Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня будет обзорчик на очень интересную бытовую технику, которую мне дали на обзорчик. Я ее попробовала, я сама выбрала то, что мне нравится, вот, то, что мне хотелось бы, чтобы у меня было, как раз вовремя все это. В общем, первое, о чем я хочу сказать, это вот такой вот пылесос. Пылесос Китфорд. Вот, сразу расскажу его преимущества, почему я выбрала именно его, потому что он вертикальный, он не такой, как все пылесосы, он вертикальный, и он сам по себе вот такой вот маленький. Вот и все, вот этот весь пылесос. Так как у меня очень мало места для хранения, вы понимаете, почему я выбрала именно вот такой вот пылесос, вот такой вот маленький. Более того, он очень многофункциональный, ну, лично для меня. И, в общем, сейчас я все расскажу вам о нем по порядку, если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, что в этом пылесосе классное, это то, что он компактный. Это то, что очень важно для меня. И он очень легенький, то есть реально очень легенький. Второй момент, это то, что его очень легко чистить. В общем, с одной кнопочки он контейнерный. С одной кнопочки, то есть тут грязь уже, это я уже немножко поубирала. В общем, с одной кнопочки вот так все вытряхивается и все. То есть очень удобно, да? К ней идет вот такая вот насадочка, полковер. Здесь вот можно переключать полы, пылесосить и ковер, пылесосить. И, соответственно, вот такая вот штучка, которая очень хорошо как бы удлиняется. Вот, телескопическая труба. Дальше, преимущества этого пылесоса такие, что он работает от сети. Вы знаете, открою вам секрет, что у меня мама, она работает на бытовой технике. В принципе, она работала и на пылесосах, на стиральных машинах, очень много всего. И она, как бы я ей показала, сразу мы вместе с ней все протестировали. И она одобрила этот пылесос, потому что, ну, сразу рассказала мне, о, здесь вот это хорошо есть, вот это хорошо есть. Да, то, что он работает от сети, это значит, что он не аккумуляторный. И это удобно тем, что он, мощность у него сильнее. Потому что у аккумуляторных обычно мощность очень плохая. И сами аккумуляторы, они недолго служат в свой срок. Удобно еще плюсы. Я сейчас о плюсах скажу, потом скажу минусы, которые, допустим, мне, ну, как бы не то, что не очень понравились, а то, что были. Ну, в общем, их немного, поэтому я их оставлю на потом. Дальше плюс такой, что еще можно чистить машину. Представляете, вот у меня машина стоит за окном. Я включаю сюда другую насадочку. Вот такую вот насадочку, например, да, я одеваю на вот этот маленький наш пылесосик. И все, я включаю на кнопочку и начинаю пылесосить себе в машину. Например, если что-то там, да, сильно загрызнилось. Понятно, что я хожу на мойку, как бы, но в любом случае это удобная тема. И были моменты, когда я мыла машину, например, во дворе и думаю, блин, все равно надо идти на мойку, потому что я не могу попылесосить себе. Вот, с таким пылесосом вообще супер будет. Короче, я вот довольна таким. Ну, еще одна насадочка здесь, она такая, два в одном, ну, для углов, чтобы углы пылесосить там, да, и она идет с щеточкой. Еще и с щеточкой. То есть вот так можно с щеточкой, вот так просто. Короче, две вот такие вот насадки и телескопическая труба. Я пылесосю, теперь у меня все супер классно, и я подумываю, не купить ли мне теперь ковер, потому что до этого у меня не было пылесоса. И я что-то вообще почему-то не думала о том, что есть вот такие компактные пылесосы. Я думала, что есть только стандартные, и тогда давно я пользовалась пылесосом, когда была еще очень маленькая. И помню, что он был большой там и так далее. Хоть и мама занимается у меня этими пылесосами, и у нее какой-то там пылесос есть, да, но я его не видела даже, этот пылесос. И я почему-то не думала, что есть вот такие компактные пылесосы. И тут мне предложили просто попробовать, да, использовать. Ну, вообще, я так обрадовалась, конечно, говорю, давайте мне такой пылесос. Вообще, места не занимает. Вы увидите, я сняла как раз, да, как я пылесосю, как легко и удобно. Я вот так раз-раз-раз две секунды, и не надо шнур закручивать, потом тащить его куда-то, эти пыльники, короче, менять вообще. В общем, я довольна. Единственный, может быть, минус, ну или не минус, на мой взгляд, да, ну, хотя, хотя мне, на самом деле, не супер важно, это как бы мама моя заметила, да, что здесь одна кнопка и одну, как бы, одна мощность. То есть вы все включаете, все, и работает все с одной мощностью, но с очень хорошей мощностью, да. Просто, например, может быть, кому-то важно, чтобы был регулятор, поменьше сосало там или еще побольше сосало, но здесь вот как бы один. То есть здесь все просто, компактно и легко. То есть, наверное, вот с учетом этого сделали. Но для меня это, на самом деле, не минус даже, а может даже и плюс, что нет кучи кнопок, с которыми не надо заморачиваться. Включил, попылесосил, полык, короче, поставил и все. И ты счастлив. А, еще очень хороший момент, что здесь фильтры, все, которые находятся, здесь два фильтра, они моющиеся. То есть их можно мыть, не обязательно их там менять. Ну, как мы заметили, да, они моющиеся. В общем, вот такой вот классный пылесос. Если кому-то интересно, допустим, да, посмотреть. Кстати, еще большой плюс, это цена. Потому что, когда я зашла на их сайт и посмотрела, Китфорд, они, кстати, производят сами. То есть они производители сами своей техники. У них ее много и у них цена-качество. То есть, в первую очередь, когда мне предложили, да, там, вот, хотите, выберите что-нибудь, то есть, да, я зашла на них в сайт, и я сразу думаю, о, нифига себе, такие классные, приемлемые цены. Цены очень доступные. И мне захотелось там много всего. Там очень большой выбор товара. И, в общем, качество я сейчас проверила. Вот пылесос очень классный, я довольна вообще, короче, супер-пупер. Китфорд. Если кому-то интересно, кого-то заинтересовал, я все ссылки оставлю внизу в инфобоксе. И вы можете пройти и посмотреть сами. Посмотрите цены и посмотреть товар, который у них есть. Может, вас что-то заинтересует. Итак, с вами была я, Селена Свей. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Как я теперь убираю свою квартиру. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео я еще вам расскажу про свою новую паровую швабру. Пока-пока.